Моя руководительница сказала, что это очень крутой конкурс и что нужно обязательно здесь участвовать. Она дала нам контакты, мы скинули свои резюме и работы, нас приняли и дали нам возможность показать то, что мы умеем. У нас был семестр, где мы проходили гобелен, и я на нем сплела гобелен, который я здесь представляю, и вот здесь тоже сейчас плету. Мне нравится это качество, мне нравится плести, мне нравится делать что-то своими руками, и гобелен прекрасно подходит под эту номинацию. Плюс можно сделать невероятную красоту, которую нельзя сделать на некоторых номинациях. Сейчас я плету гобелен, посвященный Краснодарскому краю. Это колоссистые поля Краснодара, здесь будет небо и лесополоса. Пока очень медленно. Очень долго это, это все очень долго. Каждую ниточку нужно продевать, выдевать. Я делаю, помимо того, что я просто плету, я еще добавляю бахрому через каждый слой. Это еще, ну, прям забирает много времени. Поэтому так. Я вижу много талантливых молодых людей, которые горят этим делом, которые прям светятся, когда этим занимаются. Это невероятно вдохновляет. На своей конкурсной работе я выткал пословицы, которые являются моим жизненным кредо. Не то дорого, что красного золота, а то, что доброго мастерства. И красна птица перьями, а человек уменьем. Это русский народный пояс. Их традиционно делали со словесами. Ткали молитвы, которые оберегали человека. Я также занимаюсь ткачеством половиков, домотканных изделий. Я этим занимаюсь с 6 лет. Я потомственный мастер. Меня обучала сначала моя мама, Червякова Ольга Викторовна. А потом я ездил по всей стране, учился у народных мастеров России, перенимая их опыт. И у меня в своем регионе, Липецке, свои собственные студии, где я обучаю детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, всем техникам ткачества и плетения. Это дело моей жизни, которое приносит мне радость. И я считаю, что в жизни нужно заниматься тем, что любишь. У меня есть девиз, с которым я иду по жизни. Он гласит, нужно делать то, что приближает к мечте. Поэтому я всегда стараюсь мечтать и воплощать мечты в жизнь. На конкурс я поехал для того, чтобы показать себя и получить новый опыт. На самом деле для меня победа не важна. Я уже очень много езжу по стране, очень много участвую в конкурсах. И сейчас для меня, наверное, самое главное – это просто наслаждаться моментом. Номинация «Ручное качество». И здесь лауреатом третьей степени становится Лохотник Елена Андреевна – Уральский государственный педагогический университет. Диплом лауреата второй степени награждается Дмитриенко Татьяна Николаевна – Кубанский государственный университет. И лауреатом первой степени стал Червяков Вячеслав Викторович – Еленский государственный университет имени Вамина.